МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новые вести православного мира в еженедельном информационном обозрении Седмица в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Сегодня в программе. В праздник Воскресения Христова в Севастополь был доставлен благодатный огонь из Иерусалима, как встречали святыню. В преддверии Дня Победы в Одессе представлены диорамы, военные миниатюры об уникальных экспонатах и их авторах. Выставка песчаных скульптур, посвященная знаменитым героям прошлого, открылась в Ростове к 700-летию Сергия Радонежского. Какие образы создали из необычного материала? Схождение благодатного огня – это чудо накануне Пасхи. Чтобы увидеть его своими глазами, тысячи паломников со всего мира съезжаются в Иерусалим и заранее занимают улочки в окрестностях храма Гроба Господня в надежде попасть в здание. Но удается это далеко не всем. Частичку священного пламени, сошедшего на святую землю Иерусалима, смогли получить и жители Крыма. В Севастополь святыня была доставлена совместными усилиями фонда святого апостола Андрея Первозванного и Черномурского флота Российской Федерации. На встречу благодатного огня побывали и наши крымские коллеги. Пасхальная радость означает, что мы должны радоваться, что воскрес Иисус Христос, что Он за нас погиб, за наши грехи, распяли Его на кресте, и потом Он воскрес через три дня. В этот день выразить свою радость на колокольне Святовладимирского собора в Херсонесе может любой желающий под присмотром маленьких послушников храма при одном условии. Ну да, ну, например, нельзя сильно бить. В праздник Воскресения Христова в Севастополь был доставлен благодатный огонь из Иерусалима, капсулу с которым командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Витко передал митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю. Святыня была доставлена в город при содействии фонда святого апостола Андрея Первозванного, программы которого вот уже более 20 лет направлены на содействие духовному возрождению. Во-первых, мы организовали, договорившись с 15 православными мировыми церквями, православную молитву единовременную во всех церквях этих стран под названием, ну, как в Библии, просите миру Иерусалиму. В широком смысле это молитва за мир, за мир во всем мире, за мир в душе, за мирные отношения, за мирное разрешение конфликта. И эта первая акция была проведена в момент, когда американцы начали бомбить Ирак. Благодатный огонь при содействии фонда прибывает на крымскую землю уже 12-й год подряд, на радость севастопольцам и паломникам. Смерть и смерть украд, Иисусе, как и живут народ. Этот день стал особенно значимым и для более 20 священнослужителей севастопольского благочиния, удостоенных церковной награды. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, награду вручен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в ходе праздничного богослужения, собравшего сотни верующих. Да поможет нам Господь от Пасхи в Пасхи прожить хорошую, мирную, спокойную жизнь. А это зависит всех от нас. Мирен человек, соблюдает мир. Человек, который ищет другого, другого находит и по кому находит. Правящему архиерею свой особый подарок подготовили и маленькие севастопольцы. Как дневные звуки святых словес, в которых солнышко, Христос воскрес! Я и солнце, поля и лес, все зовят Бога, Христос воскрес! Над праздничными дарами трудились дети воскресной школы и самые маленькие трехлетние, и воспитанники старших групп. Вот что дети могут! Спасибо, Господи! И Божьей помощи во всех делах! Спасибо, Господи! Всегда мы стараемся, чтобы подарок, который делают дети, был общим, то есть чтобы в подготовке к работе участвовали все дети, чтобы каждый вложил маленькую частичку своего труда и своей души. Вот в том-то и сложность, что обычно придумать работу, чтобы технику, чтобы участвовали все дети, чтобы могли сделать и малыши, и старшие, и чтобы каждому хватило там места, каждому было по силам, то есть очень тяжело, но мы стараемся, находим какие-то пути. В завершении службы Владыка вручил сладкие угощения всем детям, разделившим с ним пасхальную радость. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Семница», Крым. До празднования одного из самых значимых для нашего народа праздников, Дня Победы, осталось совсем немного времени. В стране уже проходит подготовка к этой знаменательной дате. Один из крупнейших в Украине мемориальных комплексов, Мемориал героической обороны Одессы, встречает посетителей обновленной экспозиции, расположенной на территории музея. Открывшаяся здесь выставка уникальна. На стендах представлены диорамы военной миниатюры, изготовленные в масштабе 1 к 35. Несмотря на маленькие размеры, экспонаты очень живо передают реальность боевых действий, жизнь и переживания советских солдат, свидетельствует о героизме целого народа. Уроки истории в миниатюрах изучала Наталья Марчук. Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи – одно из любимых мест отдыха одесситов. На площади в 16 гектаров расположился своеобразный музей под открытым небом с развернутой экспозицией военной техники периода Великой Отечественной войны. С приходом весны едва лишь потеплеет. Со всех концов города сюда приходят отдохнуть и стар, и млад. Особое раздолье здесь и ребятне. Можно подняться на борт некогда боевого корабля, пострелять по наружку из орудий. Таким образом, каждый из этих экспонатов может рассказать детворе больше, чем самые толстые фолианты. Научит понимать и ценить историю своего Отечества. Очень многое значит, потому что это наша история, это наша память. И молодое поколение, конечно, глядя на это все, должно понимать, что такое патриотизм. Каждая пять земли береговой батареи и вглубь, и вширь, в буквальном смысле слова, хранит правдивые истории Великой Отечественной войны. На этой территории, буквально под нашими ногами, под толщей земли, железа и бетона, находился целый городок со своими электростанцией, водопроводом, различными помещениями и складами. А на поверхности располагались вот эти орудия. Они были замаскированы строениями, похожими на крестьянские хаты. Враг и не подозревал о том, что здесь размещается береговая батарея. Именно отсюда, в ту самую драматическую ночь, 16 октября 1941 года, береговая батарея огнем своих орудий прикрывала отход войск из Одессы. Они шли спасать Крым. Рассказ о героизме целого народа продолжает музей героической обороны Одессы. В преддверии Дня Победы он пополнился уникальными экспонатами. На выставке представлены диорамы военной миниатюры. Автор экспозиции, старший научный сотрудник Одесского историко-краеведческого музея Василий Прокофьев все продумал до мельчайших подробностей. Разрушенные дома, танки, солдаты, оружие изображены как настоящее. На каждом стенде видно даже время года и погоду. Снег и пепел, кровь в перемешку с землей и огнем. Вот они, ужасы настоящей войны. Каждый стенд символизирует определенный этап Великой Отечественной войны. Особый акцент на развитии событий на Восточном фронте, основном театре боевых действий. Большой раздел посвящен именно Сталинградской битве. Этапам битвы, например, одна из композиций показывает удар при переправе на правый берег Волги знаменитой стрелковой гвардейской дивизии Родимцева. Всего на выставке представлено около 30 диорам. Деталей здесь тысячи, каждая из которых создается с помощью известных только мастеру технологий. Многие детали здесь выполнены из картона, а многие просто выполнены с помощью таких самодельных печей по формам, которые, в принципе, выставлены в интернете. То есть просто нужно по декали это все вычертить, перенести на пластмассу, потом где-то сделать отверстие, выплавить, может быть, наоборот, запаять, и вот получается вот такая вот игрушечка. Вроде бы это и игрушка, но она настолько детально отражает реальность боевых действий, настолько живо передает трагизм военного времени, что не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей. Застывшее в этих диорамах время заставляет задуматься каждого над тем, какая цена была заплачена за жизнь в свободной от фашизма стране. Если бы не они, мы вообще, может, здесь не жили бы. Может, захватили бы немцы это все, но не знаю, что бы тогда было. Мне это важно. Я помню, чту память дедов, что такое. Если бы действительно не они, мы бы, наверное, сейчас не жили. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Выставка песчаных скульптур, посвященная знаменитым героям прошлого, откроется в Ростове Великом. Она будет приурочена к 700-летию преподобного Сергия Радонежского, появившейся на свет в селе Варнице под Ростовом. Посетители смогут прикоснуться к величественной старине, ее легендам и реальным событиям. Свои песчаные произведения публике представят скульпторы из Москвы и Санкт-Петербурга. В экспозицию «Легенды земли Ростовской» войдут изображения одного из первых известных ростовских правителей Ярослава Мудрого, былиного богатыря Алеши Поповича, сражающегося с тугариным змеем, святителя Леонтия, отважного князя Василька, отказавшегося служить монголам, а также строителя белокаменного Кремля, митрополита Ионы Сусоевича и преподобного Сергия Радонежского. Экспозиция разместится напротив звонницы Ростовского Кремля. А теперь перейдем к сообщениям, которые на этой неделе разместили православные сайты. Об этом расскажет Валерий Гриценко. Здравствуйте! Начнем наш сегодняшний обзор с вопроса о том, может ли церковь ассоциировать себя с каким-либо политическим режимом. Чего интеллигенция ждет от церкви и чего церковь ждет от интеллигенции? Серьезная дискуссия об этом развернулась в одной из газет. Может ли церковь приспосабливаться ко вкусам той или иной общественной группы? И должна ли быть совершенно нейтральной во всех общественно значимых вопросах? В том числе и в вопросе о том, как устроено государство и право, и социальный порядок. И должна ли власть соотносить свои действия не с переменчивыми, сиюминутными общественными настроениями, а с высшей Божией правдой, которая неизменна? Ответ ищите в статье, которую опубликовал портал радонеж.ру Пасха для всех или о вере для воцерковленных и невоцерковленных. Следует ли разделять людей на воцерковленных и невоцерковленных? Именно такой терминологии нередко абравируют вчерашние неофиты, стремясь, по-видимому, скорее отказаться от своего прошлого, от себя вчерашних. Но не получается ли, что отказываются они нередко от своих сегодняшних ближних? Ведь нередко слово «воцерковленный» звучит как разделяющее. Но стоит ли считать свою воцерковленность неким статусом, который автоматически делает тебя лучше остальных? Публикацию на эту тему читайте на сайте православия.ру Свободный выбор изучения религиозной культуры в школе не может быть поставлен под сомнение. Стоит ли радикально менять преподавание в школе курса «Основы религиозных культур и светской этики»? Необходимо ли создавать новую дисциплину, которая будет изучать единство четырех основных мировых религий? Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий уверен, что школьники прежде всего должны иметь возможность систематически изучать свою духовную культуру и свои истоки. Подробнее об этом пишет сайт Синодального отдела религиозного образования и катафизации Русской Православной Церкви. «Тепло руки» Алексея Моресьева. «Я человек, а не легенда» — так говорил о себе легендарный герой-летчик Алексей Моресьев. Несмотря на сумасшедшую популярность, на то, что книга о его подвиге входила в школьную программу, с экранов кинотеатров не сходил фильм, а в лучших театрах страны шла опера Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», этого легендарного человека не подавили ни ранения, ни слава. Сложно ли пройти испытания медными трубами? Как он поборол искушения и как сохранил в себе жизнелюбие и доброту? Подробную статью о жизни и подвиге героя Второй мировой войны разместил сайт «Православие и мир». Церковь в ожидании интеллигенции. Некоторым людям свойственно периодически искать прогресс или регресс в жизни русской православной церкви. Чаще всего такие поиски приводят к неутешительным для ищущих результатам. Что тут делать? Можно посочувствовать, а можно и предложить другое направление для поисков. Например, углубиться в такие темы. Будет ли меньше уровень коррупции в стране, если разрешить гей-парады? Станет ли лучше здравоохранение, если разрешить автаназию? И решится ли проблема о деградации семейных ценностей, если вести сексуальное просвещение? Ответы на эти вопросы ищите на сайте Независимой газеты. О других сообщениях мы расскажем ровно через неделю. Мы продолжаем выпуск. Далее о таких событиях. «Страсти по Матфею» известное музыкальное произведение митрополита Волоколамского Илариона уже во второй раз прозвучало в Минске. Как обучиться мастерству звонарей? В первую седмицу после Пасхи церковь разрешает звонить в колокола каждому, кто пожелает. Шедевры музеев мира на улицах города. Такой проект стартовал в пасхальные дни в российской столице в рамках Международного дня охраны памятников. Известное произведение митрополита Волоколамского Илариона уже во второй раз прозвучало в Минске. В минувшем году на белорусской премьере оратории в зале государственной филармонии присутствовал сам автор. В этот раз произведение исполняли студенты Белорусской Государственной Академии Музыки, а текст Евангелия читался по-белорусски. На одной сцене с молодыми дарованиями выступили солисты оперы, один из которых известный баритон Стас Трифонов. Более десяти лет его голос украшал Одесскую оперу, а сейчас звучит в белорусской столице. Подробнее о событии в материале из Минска. Монументальное произведение митрополита Волоколамского Илариона «Страсти по Матфею» во второй раз прозвучало в Минске в дни Великого Поста. В концертном зале Белорусской Государственной Академии Музыки его исполняли студенческий хор и оркестр под управлением народного артиста Беларуси, заслуженного деятеля Российской Федерации Александра Анисимова. Открыл концерт настоятель храма святых Мефодия и Кирилла при Институте теологии БГУ протеерей Сергей Гордун. «Коли хочете ведать, что такое теперешнее, сучастное христианское мастатство, хотите знать о современном христианском искусстве, о том, что такое христианская культура, которая создается сейчас, приходите и посмотрите «Страсти по Матфею». «Страсти по Матфею» митрополита Илариона Алфеева – это монументальное произведение для солистов, хора и оркестра. В основу положено повествование из Евангелия от Матфея, посвященное страданиям и смерти Христа. В произведении чтение фрагментов Евангелия чередуется с музыкальными номерами, речитативами, хорами и ариями, текст которых заимствован главным образом из православного богослужения Страстной Седмицы. Особенностью этого концертного исполнения стало чтение партии евангелиста на белорусском языке. Такая идея принадлежит братству святых веленских мучеников. Эта организация много делает для популяризации белорусской культуры. Эта идея появилась еще в прошлом году. Когда мы услышали первое исполнение, то настолько прониклись в глубину этого произведения и почувствовали, что этот шедевр должен стать явлением в национальной культуре Беларуси. Соединить ту глубину, которую дает музыка и слово святого Евангелия, которое обязательно должно прозвучать по-белорусски. Мы поделились о своей задумке с руководством фонда Мефодия и Кирилла, и они поддержали нашу идею. В произведении митрополита Иллариона Алфеева воссоздается молитвенное, эмоционально-чувственное сопереживание страдающему Христу и осмысливается значение его крестной смерти. Сольной партией исполнили Ирина Крикунова, Елена Сала, Яношни Лепа и Станислав Трифонов. Руководитель студенческого хора Инесса Бодяка говорит о том, что оратория митрополита Иллариона для студентов-хоровиков это произведение более чем органичное. Для очень многих студентов наших тема настолько близка, потому что хоровика это прежде всего певчий храм в сегодняшней жизни. Поэтому и тексты, и напевы, которые использовал митрополит в своем сочинении, они и близки, и понятны, и доступны сегодняшнему поющему хоровику. Студенческое исполнение оратории на евангельский сюжет ректор вуза Екатерина Дулова рассматривает не только как культурное событие, но также и как часть образовательного процесса и надеется, что оно поспособствует духовному росту молодых исполнителей. Тот факт, что молодые не просто музицируют, что мы обычно делаем в этих стенах, а что они приобщаются к большому настоящему профессиональному искусству сквозь духовность. Вот дороже этого быть ничего не может. И я думаю, что сегодня они просто встали на какую-то более высокую ступень в своем развитии, в своем воспитании, если хотите, в своем взрослении и, конечно, в своей духовной жизни. Я бы сказал, что этот вор у нас у всех клича у храм, закликая нас припасть до распятия Христового, до святой плащаницы. Я бы сказал, что это произведение нас зовет в храм, призывает припасть к распятию Христову, к святой плащанице, покаяться в грехах, принять причистое тело и кровь Христову в оставлении грехов. Я так воспринимаю это произведение. И для меня это свидетельство высокого духовного уровня современной культуры. Анна Голковская, Матвей Родов, Дарья Яченко, информационное бюро программы «Седмица», Минск. Торжественно, радостно и громко колокола звонят. В каждом городе и деревушке, где есть православный храм, люди с упоением слушают колокольные перезвоны. А как бы самому позвонить? Оказывается, можно. В первую седмицу после Пасхи церковь разрешает звонить в колокола каждому, кто пожелает. О том, как научиться звонить в колокола и какую радость дарят колокольные мелодики, смотрите в сюжете Ирины Скосарь. Глазенки распахнуты, взгляд устремлен высоко, почти в небо. Крохи, как зачарованные. Весна сочная, день солнечный, колокольный звон разливается. И оказывается, эту волшебную музыку можно не просто слушать, ее сыграть можно, вызвонить. А вы хотите позвонить сами в колокола? Да! Да, попробуйте. Дайте звонить сколько вам захочется. В первую седмицу Пасхи в православных храмах открыты не только двери, но и на колокольне свободный доступ. Звонить может каждый. Приходи, поднимайся под самые купола и твори. Леденец подарили жуй, игрушка, карусели, удовольствие, которые сами в руки идут. А вот чтобы ударить в колокол, нужен подвиг. Будете подниматься по лестнице, ступеньки очень высокие. Но если не спеша, потихонечку на самый верх можно заводить. Там перила есть, но баловаться не нужно. Подвиг, пусть и по меркам житейским, скромный, но все же преодолеть винтовую лестницу и добраться под церковный купол задача не для слабых духом. Преображенский собор в Днепропетровске принимает самых юных звонарей. Малыши гуськом топают, воспитательницы страхуют, а у самих сердце в пятки уходит. И вот она красота, город как на ладони и перезвон праздничный. Колокольный звон, он всегда собирает людей, молящихся на службу Божию. Это благовест. И колокольный звон не только воздух очищает, но он освещает и ум человеческий, душу, он дает радость такую. Отец Петр звонарничество учился в Киево-Печерской лавре. Говорит, ничего сложного в деле нет, но слух нужен музыкальный обязательно. Вы только представьте, колокол издает всего три ноты, а какое разнообразие мелодий выдают звонари. Многоголосье сливаются колокола большие и малые, громко, торжественно, величественно. Пасхальная радость на всю округу. Дети потрясены, страх затмевает восторг. И вот они, первые ноты в исполнении пяти летов. Батюшка делится секретом. Первая пасхальная седмица своеобразный православный кастинг. Люди приходят попробовать себя в роли звонаря, и среди таких смельчаков встречаются настоящие таланты. В пасхальные периоды много находят звонарей. Я думаю, если человек умеет хоть так что-то там звонить, то можно его брать в оборот и учить. Колокольный звон это своего рода источник передачи информации. На Руси колокола отмеряли время, собирали людей на службу, возвещали о пожаре или другой опасности, звонили в знак поминовения, благодарности и радости. Первые упоминания о колоколах принадлежат Востоку. Китай и Японию считают родиной колокольного искусства. Когда колокольный звон как явление появился в христианской традиции, точно неизвестно. Потому как первые христиане собирались на молитву в тайне от властей и о громогласном возвещении о богослужении не могло быть и речи. Я расскажу, что я видела колокольчики. Колокольчики там очень они были разные. Маленькие, большие, средние. Чтобы весь город слышал, как они звенят. О русских мастерах колокольного дела впервые упоминается в летописи 1194 года. В начале 12 века русские колокола выливались небольшими и они не имели никаких надписей. Активно развивалось колокольное дело при Иване Грозном, Борисе Годунове и царствовании Романовых. Колокольное дело стало искусством. А вот при Петре I подупало. Петр не жаловал православия. Мало того, издал специальный указ, согласно которого из церквей изымались колокола. Их переплавляли на пушки для армии. Колокола замолчали и в начале 30-х годов. Большевики считали колокольный звон наследием царского режима. Секретные инструкции давали право местным советам закрывать и сносить церкви, а колокола переплавлять на нужды советской державы. Так из ста церковных московских колоколов отлили бронзовые горельефы для здания библиотеки имени Ленина. Отправляли колокола и на крупные строки. Звонить и не опасаться гонений. Сегодня колокольный звон неотъемлемая часть православной культуры. Даже самый маленький храм украшен колоколом и радует его звон всех прихожан. Надо знать к чему ведет каждая веревка. Счастливые они после уроков съехали в Свято-Троицкую церковь и получив благословение звонят. Колокола огромные связаны нитями разобраться в конструкции сложно но как ни дерни мелодия и ногами выходит можно и в прыжке льется перезвон колокольный людям может не вдомек почему мелодия нескладная детям от рада. Интересно заниматься такой работой когда вот много веревочек есть чем заняться во-первых звонить в колокола ну и разбираться с вот этой вот сложной конструкцией. Дети оккупировали колокольню хаос и всеобщее счастье родители снимают на память так фривольно поколоколить чадо сможет разве что после следующей Пасхи. Я думаю что это был просто эмоциональный такой всплеск то есть они высказались да здорово вот в таком плане знаете как сейчас говорят дети вау А вот детсадовские малыши и себе домой колокол пожелали девчонка правда сомневается позволит ли папа повесить колокол негде в зале телевизор закроют Мне больше всего понравилось когда звенял большой колокольчик А вот такой колокольчик хотел бы себе дома? Ну конечно я подумала что папа с этим не согласился потому что потому что он бы лично закрывал если бы он висел бы в зале он бы закрывал папе телевизор колокол в квартире или колокольный перезвон в душе родители задумайтесь стоит ли телевизор такого почетного места в доме вы прислушаетесь к детям они вам мелодию пасхального перезвона домой принесли с экскурсии может за руку чада возьмете и вместе на службу в воскресенье колокольные переливы уже приглашают слышите? Ирина Скосарь Марина Полякова программа Седмицы Проект шедевра музеев мира на улице города стартовал перед Пасхой в российской столице в центре Москвы на фасадах зданий появились около 40 репродукций картин первый из них разместили на здании департамента культуры это картина Василия Тропинина «Кружевница» среди других картин репродукции которых разместили в городе заросший пруд Василия Поленова вид Одессы в лунную ночь Ивана Ивазовского Садко Ильи Репина Ладожское озеро Архипа Куинжи и другие В списке организаторов проекта 120 зданий которые в течение года должны стать частью музея под открытым небом Это копии полотен из Третьяковской галереи Государственного музея истории искусств имени Пушкина и других городских музеев Все картины воспроизвели с помощью технологии которые позволяют сохранить цвет и качество живописи даже под воздействием солнца, дождя, ветра и прочего негативного влияния окружающей среды Экспозиция под открытым небом будет доступна зрителям до весны следующего года Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска Ровно через неделю мы расскажем о новых интересных событиях До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин